У СТС ЛАВ день рождения. Нам исполнилось 10 лет. И мы решили отпраздновать его здесь, в ЗАГСе номер один. Ведь где, если не в ЗАГСе, можно найти настоящую любовь? Будем поздравлять молодоженов и дарить им подарки. Какой вы видите вашу семью в будущем? Кто будет главный в семье? Или все будет решаться более демократичным способом? Нет, муж главный. Но я за демократию. Интересная позиция у вас получается. Я думаю, будет о чем поговорить. Как вы познакомились? Мы были одноклассниками. Ого, получается, это сколько вы вместе? Семь лет. Удивительно, как так получилось. Поделитесь секретом, как вы решаете конфликты. Все-таки быть вместе семь лет, это, думаю, достаточно тяжело. И дойти до такого прекрасного финала. Главное слышать и слушать друг друга. Да, я думаю, важно, если возникла какая-то ситуация, проговорить ее, обсудить, чтобы не было каких-то недомовок. Я буду задавать вопрос жениху, он на них отвечает. А вы после его ответов будете говорить, правильно он ответил или нет. Любимый цвет невесты? Розовый. Правильно. Любимая одежда? Одежда? Я даже не знаю, одежда это что, это вообще хоть что. Ну, может быть, она предпочитает платье или скорее спортивный. Я знаю, что любит сумочки. Сто процентов. Отлично. И тут, Мэтч, все-таки семь лет не прошли даром. Любимое животное? Кошка. Правильно. Супер. Любимая погода? Солнечная. Правильно. Любимая обувь? Обувь. Кеды или каблуки? Я знаю, Кристина любит и кеды, и каблуки, но что-то одно, наверное. Зависит от стиля, знаешь, как оденешься. Что больше подойдет. Отлично. И последний вопрос. Ее любимое занятие? Занятие? Рисовать? Да. Отлично, вы ответили на большинство вопросов правильно. Расскажите про самые приятные совместные воспоминания. Ой, их так много, что сходу тяжело самое приятное вспомнить. У тебя что-нибудь есть? Совместные отпускаю. На море. Может быть, то, как было сделано предложение руки и сердца? Это, конечно, был приятный момент, да? Ну, это не было неожиданности. Да. Хорошо. Принято. Как вы познакомились и сколько вы вместе? Мы познакомились на работе. Вадим, сколько мы вместе? Вместе чуть больше двух лет. Чуть меньше. Чуть меньше. Мы чуть меньше двух лет и познакомились мы на работе. Работали вместе. Сейчас я буду задавать вопросы, а вы должны показывать пальцы на человека, которому больше подходит мною озвученная характеристика. При этом ваши глаза должны быть закрыты. Кто больше проявляет любовь? Кто первый начинает ссоры? Кто тратит больше денег? А кто больше зарабатывает? Кто первый извиняется? Кто первый пишет и звонит? За кем последнее слово? Кто чаще ревнует? А кто смешнее шутит? Кто больше любит делать подарки? А не могли бы вы ответить, за что вы друг друга любите? Любовь невозможна описать. И нет никаких причин, а то чтобы любить. Я согласна. Ты просто смотришь и любишь, и понимаешь, что это твое. Что самое важное для вас в свадебном дне? Чтобы он прошел по плану. Что значит, чтобы он прошел по плану? Ну, чтобы никто не напился, не подрался, и все вернулись домой живыми. Это главное. Хорошо. Чтобы было весело. Чтобы всем было весело. Да, это точно главное. Получается, это была любовь с первого взгляда? Да. Да. Безусловно. Ну, может, со второго. Что вы скажете? С первого взгляда. Конечно, ты думал, что я коротышка. Да, мне казалось, ты ниже. Как вы себя чувствуете сразу после росписи? Чувствую себя хорошо. Музыка, конечно, была очень душевная. Мама заплакала, у меня тоже. Ну, как-то само собой. Когда видишь кто-то из близких, ты тоже, как бы, такие же эмоции начинаешь испытывать. Семья у нас многонациональная теперь, очень большая. Мой муж перс. Семья также сейчас приехала из Ирана. Приехала мама, сестра, тетя. И вместе будем праздновать. У нас две свадьбы. Одна будет здесь, в Москве. Другая будет там, у него на родине. Расскажите, пожалуйста, как вы видите свои роли в браке? Роли в браке. Муж-жена. В плане, возможно, скорее патриархальный тип семьи, или у вас разделение идет, обязанности? Ну, вот в Иране очень семейные люди. И вот сразу хочу сказать, что там вот нет такого, что все думают, ну, Иран, мусульман, может, исланд, но государство нет. Там одна жена, там так не заведено, потому что Иран, это не арабская страна. И один мама, одна папа. И в семье может быть, ну, много детей, потому что там это принято, очень семейные люди, традиции. И это очень привлекает. Ваша задача — закрыть глаза и пальцем показывать на человека, которому подходит характеристика. Я думаю, вы видели эту игру в ТикТоке или некоторых других соцсетях. Что думаете? Я не знаю. Отлично. В таком случае закрываем глазки. Итак, первый вопрос. Кто больше проявляет любовь? Кто первый начинает ссоры? Кто тратит больше денег? А кто зарабатывает больше денег? Кто первый пишет? Кто первый извиняется? За кем последнее слово? Кто чаще шутит? А кто сильнее ревнует? А кто больше любит дарить подарки? Что ж, игра окончена. Были совпадения, конечно. Интересный ответ. И думаю, вам будет любопытно посмотреть. Спасибо. Кто выбрал 14 февраля датой для свадьбы? Я. Расскажите, почему выбор пал именно на эту дату и как вам удалось ее зарезервировать? Ну, потому что это особенный день. Это день влюбленных. Удалось зарезервировать благодаря МОСРУ. А как вы собираетесь провести медовый месяц? Медовый месяц мы собираемся провести начиная с сегодняшнего дня. Сначала мы поедем, празднуем все в ресторане. И потом поедем в спа-отель. Получается не месяц, а всего день? Нет, поедем надолго. О, понятно. Приятного вам времяпрепровождения. Спасибо. Вы одновременно, быстро и четко должны отвечать на вопросы, которые я задаю. Сначала будем тестить муженька. Поехали. Итак, любимый цвет вашей жены. На раз, два, три отвечайте вместе. Раз, два, три. Нету цвета такого. А вы что сказали? Рыжий. А вы? Нету цвета такого. Что ж, хорошо, едем дальше. Любимая одежда. Раз, два, три. Жизнь. По-моему, это беспроигрышная игра. В любом случае, у нас муж будет победителем. Любимое животное. Хотики. Хорошо. Здесь вот прям был мэч. Я прям услышала. Едем дальше. Любимая погода. Солнечное. Я считаю, это был неплохой опрос. Можем теперь перейти к жениху. Что думаете? Хорошо. Еще чуть-чуть вас помучим и отпускаем. Любимый цвет? Раз, два, три. Зеленый? Раньше был черный, но сейчас уже сложно сказать. Могли подыграть, сказать, что зеленый. Едем дальше. Любимая марка авто. Раз, два, три. Нету такого. Нету. Супер, у вас опять мэч. Любимый вид спорта. Раз, два, три. Это Клондо. Просто не обсуждали. Не обсуждали, да. Едем дальше. Имя лучшего друга. Раз, два, три. Стасен? Ну тут, на самом деле, так же сложно, учитывая, как у меня много друзей. Очень сложно, да. Тем не менее, вы оба с этим справились. И последний вопрос. Любимое блюдо. Раз, два, три. Гуляш? Гуляш. За что вы друг друга любите? Как вы поняли, что ваш партнер — это тот человек, с кем вы хотите провести оставшуюся жизнь? Ну, для меня, так скажем, есть какие-то вещи, которые, ситуации, точнее, поведение в которых меня может в чем-то убедить. И мы оказались в ряде каких-то ситуаций. Я смотрела на Гошину поведение. Вот. И оно мне показалось очень таким, самым, наверное, подходящим. Я поняла, что он надежный. Это для меня очень важно. И, собственно, наверное, так. Что может сказать жених уже муж? Ну, мне было интересно просто общаться с Аней. При этом также я понимал то, что я ощущал с ее стороны заботу. И нам просто было хорошо как бы вместе. Ну, и все закрутилось и вертелось. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры создавал DimaTorzok